Здравствуйте, я Юрий Спасококотский. Юрий Спасококотский. И Саша Спасококотский. И мы сегодня покажем вам, как накачать свои мышцы, тренируясь с эспандером. В домашних условиях или на свежем воздухе. Или на турнике. И это очень эффективная программа. Она позволяет увидеть результат. Уже за 1-2 месяца вы увидите, что эта программа тренировок, которую мы вам предлагаем, работает. Она универсальна и для мужчин, и для девушек. Мы нагрузим все группы мышц. Когда же вы исчерпаете потенциал этой программы, вы должны будете перейти на следующую, намного более жесткую и эффективную программу, которая даст вам еще большие результаты. Ссылка на программу уже отдельно для мужчин и для женщин с эспандером, где каждый день мы будем уже порабатывать только 2 группы мышц, вы найдете легко в описании прямо к этому видео. А теперь приходим к нашему первому общему комплексу упражнений. Универсальному и для мужчин, и для девушек. На все группы мышц. Нужно учитывать, что первые 1-2 месяца программа для мужчин и для женщин может быть одна и та же. Но спустя 1-2 месяца девушкам нужно будет акцентировать внимание больше на нижнюю часть тела. То есть тренировать уже 2 раза в неделю ягодичные мышцы. Мужчинам же нужно будет меньше акцентов делать на нижнюю часть тела, а больше тренировать вверх. Ну, соответственно, и упражнений больше у мужчин будет на верхнюю часть тела во втором комплексе, у девушек больше упражнений будет на нижнюю часть тела для ягодичных мышц, гораздо больше. Ну что, попробуем показать? Да. Вполне закономерно, что возникнут вопросы, какими именно эспандерами лучше тренировать мышцы, чтобы действительно получить эффект. Ну, сразу скажу, что почему такой есть миф, что нельзя дома накачаться с эспандером. Потому что используется один и тот же эспандер. Вначале с ним слишком тяжело делать, потом слишком легко. Сейчас в интернете вы легко можете купить набор трубчатых эспандеров и регулировать нагрузку. И таким образом можно будет повышать нагрузку, прогрессия нагрузок будет иметь место быть, и точно мышцы будут, соответственно, ваши укрепляться и расти. Мы посчитали, что самое оптимальное соотношение цена и качество – это Band 4 Power. Это вот такой вот рюкзачок, который мы легко приобрели в магазине. Но если кому интересно где, ссылку оставим в описании к видео. Здесь набор эспандеров трубчатых разной степени сложности. И сегодня мы будем показывать наши упражнения именно с ними. Ну что же, мы начинаем нашу первую программу. И у нас приседания в стиле сумо. Тут все просто. Чем больше таз отведем назад, чем шире поставим ноги, чем больше будем наклоняться вперед, тем больше нагрузка перейдет на ягодичные. Больше выпячиваешь, больше работают ягодичные мышцы. Больше коленей вперед выводишь – это будет ближе к классическому приседу, как я делаю, и больше ноги работают. Поэтому девушке ноги шире, попу назад отводим больше. Вариант, если вам нужно усложнить этот присед, есть с руками, которые вы держите над головой. Тогда эспанда растягивается больше. Это напоминает штангистские приседания со штангой над головой. То есть руки нужно не вперед направлять, а строго вверх, даже немного назад. Но минус, что нагрузка на ноги переходит немножко. Сгибание ног лежа на животе. Отличный вариант, чтобы прокачать бицепсы бедер. В момент не вытягивайте носочки. И в идеале, чтобы вот так самой не приподнимать таз вверх, еще один коврик подложить под лобковую кость. Тогда таз будет немножко приподнят, еще эффективнее будет. Румынская тяга с эспандером. В принципе, нужно очень сильную натяжку делать эспандер. Эспандер использовать очень тугой, чтобы заменить штангу, которая весит много. Для девушек от 30 килограмм эффект начинается. Для мужчин минимум, наверное, от 50. Поэтому берите тугие эспандеры и берите сразу по два. Но не с нуля, потому что поясница должна окрепнуть. В момент, что когда вы опускаетесь вниз, у вас таз должен быть отведен назад как можно больше. То есть нельзя опускаться вниз, опираясь на носки. Нужно на пятки отводить назад таз, как вы наклоняетесь. Чувствовать, как растягивается задняя поверхность бедра. Приседание пистолет с эспандером – это облегченный вариант для начинающих упражнений пистолет. Это позволит вам научиться делать пистолеты без эспандера. Поэтому, если вы умеете без эспандера, пожалуйста, можете с эспандером размяться, а потом делать обычные пистолеты. Но большинство людей, думаю, предпочтется эспандером, особенно начинающие упражнения тяжелые, очень эффективные. Чем нога более под прямым углом сгибается, чем колено больше над пяткой удерживается, тем больше ягодичные мышцы работают. Если колено будет выводиться вперед, вы будете упираться на носочек, квадрицепс будет убиваться. Жим сразу двух эспандеров, потому что, чтобы нагрузить рудные, одного эспандера будет мало и будет неудобно. Используйте перекладину, подберите хорошую нагрузку себе. Это напоминает жим гантелей лежа. Очень хорошо работает грудь и у мужчин, и у девушек. Нужно просто сзади или сверху найти, куда прицепить эспандер. Лучше использовать два одинаковых эспандера. Одну ногу выставите вперед для устойчивости, и вы сможете большую нагрузку взять, эффективнее покачать грудные мышцы. Тяга эспандера для спины, очень эффективное упражнение. Важно тянуть пониже, то есть к поясу, не груди, именно к низу живота. Тогда будет работать правильный комплекс мышц, не бицепс, а именно спина. Поза-выпад позволит вам добиться большего натяжения эспандера и больше прокачать ваши мышцы. Жим одной рукой для подчередной прокачки дельт. Работают все три пучка дельты, но больше всего передняя дельта. При варианте с заведением руки к центру, как я показываю, нароска на плечевой сустав меньше. Поэтому, если эспандер тугой, лучше делать по принципу треугольника. Если нагрузка небольшая, можно просто поднимать вертикально вверх. Махи в стороны развивают средний пучок дельтовидной мышцы. Если вы скрестно держите эспандер, нагрузка больше. Если вы не будете скрещивать эспандер, нагрузка меньше. То есть, вы можете регулировать, в зависимости от того, насколько большая нагрузка вам нужна. Вот такой вариант легче, когда эспандер не скрещен. Не поднимайте руки выше плеч, иначе будут работать трапециевидные мышцы вместо дельтовидных мышц. Сгибание рук стоя, поворачивая руки внизу, вы делаете супинацию. Это позволяет еще больше сокращать бицепс. Выдыхайте, когда мышца сокращается, всегда выдыхайте. То есть, когда эспанда растягивается, всегда во всех упражнениях делается выдох. В данной ситуации вниз вы делаете выдох, так как эспандер растягивается вниз. Вы тренируете трицепс. Во второй программе упражнений с эспандером, на которые мы перейдем с вами через месяц, она будет намного более эффективна. Это уже тройной сплит. Будет идти разделение для мужчин, для женщин. Соответственно, для мужчин будут чисто мужские упражнения добавлены, для женщин чисто женские упражнения, расставлены акценты. И уже вы увидите другие упражнения с эспандером для трицепса. Сейчас пока вот это основное упражнение, для начала оно очень неплохо развивает. При фиксации локтя нагрузка на трицепс больше. Если вам тяжело, можете не фиксировать локоть, как это делает Юля сейчас на видео. И нагрузка на трицепс будет немного меньше. Но и локти не будут нагружаться. У кого болят локти, лучше локоть не фиксировать. Немножко согнутые ноги должны быть. Теперь делаем пресс, скручивание. Работает весь пресс. Есть миф о том, что есть нижнего пресса тренировка, есть верхнего пресса тренировка. Пресс – это одна единая мышца. Какие бы упражнения мы ни делали, работают прямые и косые мышцы живота. Прямая мышца живота только одна. Но во второй программе, конечно, у нас добавится упражнение и на низ живота с эспандером, и на талию, то есть на косые мышцы. Упражнение, которое не раскачает вашу талию, но сделает ее более подтянутой, узкой. Пока для начала попробуйте это упражнение. Пресс просто горит. Мы вот сделали это упражнение, оба почувствовали, как пресс у нас прожегся. Было очень классно. Тренировка была очень классная. Особенно, если вот так задерживаться вверху. Уже через месяц ваши мышцы потребуют куда большей нагрузки, и вас ждут две новые и еще более эффективные программы. Для мужчин с акцентом на силу и массу мышц, жесткий рельеф. И для девушек с акцентом на накачку красивых ягодиц, тонкую талию, стройные ножки и великолепную осанку. Напоминаем вам, что ссылка на программу следующего уровня находится в описании к этому видео. Под видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще хотели посмотреть, на какую тему бы вы еще хотели снять следующий видеоролик. Пока, друзья. Пока, друзья. Девочки и мальчики, мы сушились целый месяц, начались самые важные дни. Мы становимся все более красивыми, более спортивными. Нам все тяжелее, тяжелее. Хочется есть, хочется пить. Но что делать? Ведь нас ждет великолепный результат. Он будет отличной наградой. Так что ни шагу назад, ни шагу на месте. Вперед к сексуальной фигуре. Вперед к здоровью и красоте. Плевать на трудности. Вместе мы легко их преодолели. Ведь помните, я люблю вас. Ваш тренер вас любит. Мои ученики, друзья, мои любимые и дорогие участники. Просуши, туши, туши. Девочки и мальчики, мы сушились целый месяц, начались самые важные дни. Мы становимся все более красивыми, более...